Здравствуйте, соседи! В Великом Новгороде в разгаре фестиваль исторического фильма «Вече». И у нас в гостях директор Международного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева. Здравствуйте, Екатерина! Первый вопрос, который я хотел бы задать – российский кинобизнес. Вот в этом нет ли какого-то внутреннего противоречия? Иными словами, бизнес годится для киноиндустрии, насколько он приживается в России? Я хотела бы, если можно, начать немножко с истории, вот как вообще этот рынок образован был. Он появился в 1989 году, тогда был такой деятель кино господин Веракса. И для того, чтобы голливудское кино, европейское кино, зарубежное кино хлынуло на наш рынок, был создан вот этот союз кино-телевидеорынок. Имеется прокат, да? Да-да-да. Появилось очень много. Ну, сначала этим занимался «Соунфильм», «Софтелекспорт», потом появилось очень много маленьких агентских компаний, которые выезжали за рубеж и чуть ли не в руках привозили эти пленки, бетокамы и все прочее, что было. Так вот, собственно, был организован рынок. И потом, конечно, как только новая Россия встала на новые рыночные рельсы, рынок стал трансформироваться, изменяться. И сейчас мы имеем такой довольно четко очерченный круг дистрибьюторов. Это компании, которые закупают зарубежное кино в Европе, в Азии, в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно же, компании, которые производят в России тоже кино и контент. И также этим дистрибьюторам передают права на реализацию на разных рынках, я сейчас об этом скажу. То есть схема сложилась? Да, сложилась. Но ведь рынок развитый, это еще и кинокритика, это киножурналы, это меценаты, это разного рода внегосударственные фонды. Есть ли они у нас? В последнее время появляются. Но, как правильно заметил недавно Карен Георгиевич Шахназаров и очень многие деятели кино, и это правда, мы все понимаем, что наша кинематография в целом российская, национальная, она все-таки остается дотационной. То есть государство регулирует и вкладывает деньги довольно существенные в производство. Но ведь кто платит, тот заказывает и музыку. Безусловно. Это сказывается положительно или отрицательно на состоянии качества кина? Так сложилось, что кинотеатры за вот эти 30 лет привыкли в основном зрителю предлагать зарубежное кино. Не зря у нас существуют студии Universal, Warner Brothers, Disney, который сейчас разошелся с Sony, и другие мейджеры, пять мейджерских компаний, такие крупные голливудские существуют в нашей стране. Так вот, если мы посмотрим, скажем, еще на пять лет назад, в основном контент был именно голливудский. Он делал кассу. Но, с другой стороны, как только Фонд кино, такая организация была создана в нашей стране для того, чтобы эффективное кино, коммерческое снимать, это, кстати, такой огромный диалог с культурой. С кино как культура и с кино как бизнес. И здесь, конечно, до сих пор идут споры. И Министерство культуры все-таки берет на себя поддержку именно значимого кино, кино как искусства, детского, социального, дебютного. А Фонд кино финансирует и отбирает производителей коммерческого кино. Я где-то краем уха слышал, что вот Звягинцев, который так ярко выступил с кинодебютом, не может найти деньги. Вы говорите, что государство поддерживает и вкладывает в кино, а в авторское кино или какое-то такое, знаете, социально непростое, размышляющее. Вкладывает? Вкладывает. Конечно, имя Андрея Звягинцева, оно там вписано в историю, особенно в Европе. Россию знают в основном по его картинам, но сейчас ситуация меняется. Сейчас появилось много дебютантов. Много этому способствуют, в том числе, кстати, и фестивали крупные. И государство, как некий все-таки критик, да, такой с одной стороны... Как Николай Первый, он тоже вроде критиком был. Оно все-таки приглядывается сейчас, мудро приглядывается именно к дебютантам, которые могут немножко повернуть, немножко повернуть... Радь богу, вот этот тезис, что Голливуд и так далее. Что такое Голливуд? Голливуд — это история, рассказанная от начала и до конца. Там примерно правила понятны, воздействия на зрителя. Но Голливуд — это спасти рядового райана. И с другой стороны, это вот, ну, как бы дешевая такая кинопродукция. Я что хочу сказать? Что вот, допустим, ставить какие-то препоны на реки... И вот тому проникновению западного кино в нашу Россию, может, это неправильно? Абсолютно неправильно. То есть... Зритель должен выбирать. Зритель. Вот этот тезис вы как бы поддерживаете? Поддерживаю. Я как организатор международного кинорынка, конечно, поддерживаю. Потому что я считаю, что должно быть разнообразное предложение. И тем более уже сложился зритель. Несколько поколений вот новой России, которая ждет и любит это кино. Это поход в торговый центр. Я называю это такой треугольник потребления. Всей семьей пошли в торговый центр, закупили продукты, сходили в кино с попкорном. Ну и заодно погуляли, развлеклись. Да, это новая модель. Может быть, она не всем нравится, но она есть. И это такой способ досуга. Что касается российского кино, но все-таки вот мы оглядываемся, опять же, немножко назад. Потому что статистика, ее невозможно опровергнуть. Появились же фильмы спортивные. Появилось там движение вверх. Появилось притяжение. Это наш ответ Голливуду. Такое большое такое кино. Но в этих фильмах такой душок или такой привкус. Все-таки такой государственности. Безусловно. И так далее, и так далее. То есть это не свободно. Это госзаказ. Это госзаказ. Безусловно. И свободное кино, как вы правильно упомянули, Звягинцева, и сейчас много таких авторов, там Твердовский, молодые авторы. Свободное кино ищет в том числе деньги и в Европе. Европа с удовольствием спонсирует ряд тем, которые, скажем так, тоже там политические или как-то иначе. Тогда другое дело. Рынок отравновесия есть. Там не нашел. Колумб в четвертом месте нашел только деньги. В четвертом. Совершенно верно. А если бы только в одном, то он бы никуда не поплыл. Поэтому, конечно, рынок, который уже сложился и сам себя регулирует, не хотелось бы, чтобы было нарушено какое-то равновесие. Господдержка, да. Платформа для развития талантов новых кинематографистов, да. Для того, чтобы как-то развивался киноязык, киноинституты. Сто процентов. Но внедрение, как вы наверняка знаете, регулирование сеансов, регулирование релизов, какие-то еще, конечно, не меры. Это ложный путь, безусловно. Я думаю, что новые министры понимают. Вы знаете, что в американском кинотеатре может заходить в любую. Меня это, так сказать, немного смутило. Посреди фильмов, в конце, в начале, как хочешь, заходи, садись, да и все. То есть, как будто такая бесконечная жвачка идет, и все равно, когда ее начать жевать. Но, мне кажется, все-таки мы недооцениваем мощь и силу, и смысловую глубину, особенно европейского кино. Безусловно. Мало у нас все-таки показывают или нет? Дело в том, что вообще так сложилось, что европейское кино в России продвигают маленькие нишевые бюро, маленькие компании, у которых не так много возможностей. То есть, условно говоря, если какая-то большая крупная студия Universal ведет один диалог с первым рынком, первый рынок это все-таки считается кинотеатром, а второй рынок это уже онлайн, который, понятно, из-за пандемии там сейчас догоняет и так далее. Но, если студия может повлиять вот этим кассовым контентом на кинотеатр, то независимым дистрибьюторам гораздо сложнее. Именно они предлагают европейское кино. Поэтому это такой диалог тонкий. Это и есть борьба. Да, борьба и конкуренция. Но в скобках. Вот не Universal ли предложил сейчас отдавать свои фильмы в стриминговую кампанию, в интернет? И если это так, и если эта тенденция разобьется, не будем ли мы иметь крах системы кинотеатров, как это в Америке и произошло, допустим, в 60-е годы? Да, да, совершенно верно. Не только Universal, но вот мы сейчас сталкиваемся с примерами Диснея, которые Мулан практически одновременно в стриминг выпустил. Вот когда пандемия чуть-чуть ослабла в конце лета, была такая надежда, что вот сейчас все нормализуется. Warner Brothers сейчас выпускает «Чудо-женщину» в Америке и в третьих странах, и в Европе одновременно с выходом на свой онлайн-стриминг. И у Universal есть такая тоже практика. Но надо сказать, что наши-то российские офисы крупные, не они, естественно, принимают решения. То есть понятно, что это производители, собственно, компания, которая рискует всем. Их понять можно. Раз кинотеатры закрыты, нужно достучаться до зрителя, который приносит рубль. Когда закончится эпидемия. Совершенно правильный вопрос. Вот сейчас я не знаток зарубежного рынка. То есть я примерно, конечно, смотрю статистику журнала и все, но по России сейчас уже тревожные сигналы поступают. То есть, например, до сих пор закрыты все кинотеатры в Краснодарском крае, в Красноярске. Очень много регионов до сих пор лишены даже вот этой возможности привлечь 25% или 50% зрителей, которые вводят ограничения. Когда мы говорим о муниципальных или федеральных площадках, все-таки какая-то налоговая база, база оплаты труда, она существует. Когда мы говорим о частном бизнесе, это практически невозможно. Простой – это потеря оборота. А потеря оборота – это потеря бизнеса, к сожалению. А чем бы тут взять? Вот вы как профессионал, может быть, там формат широкий. Но одно дело «Титаник» смотреть на телефоне, другое дело на экране. Правильно ведь? Конечно. Или чем-то, услугой какой-то, не попкорн, а хороший кофе, интересный разговор. Если бы Додин мог бы выступить на каждом киносеансе, я думаю, не было проблем. Конечно. Система киноклубов, вообще, надо сказать, что это вот то хорошее, что мы должны, и сейчас, собственно, это и происходит потихонечку вот из советского нашего прошлого, который кто-то любит, кто-то нет, вот возвращать назад. Потому что каждый зритель с удовольствием хочет поговорить о том, что он увидел на экране. Это замечательная практика, и у нас есть такие площадки, мы всегда приводим их в пример, их пока прям единицы. Вот сейчас, например, сеть «Москино», она вот работает в этом направлении. Я очень люблю всегда говорить про киноклуб «Нефть» в Ярославле. Потрясающий киноклуб, который нужно... Так называется «Нефть». Это вопрос к организаторам. Естественно, в Новосибирск очень хорошие площадки. Екатеринбург, наверное, «Екатеринбург», «Ельцин-центр», где проходит один за другим фестивали, и потрясающие критики выступают. Вот недавно Вячеслав Юрьевич Муров там выступал и так далее. То есть вот эта система, она немножко выручает. Но сейчас, вы знаете, дошло просто до каких-то инновационных революций. Недавно совсем одна из компаний-поставщиков оборудования для кинотеатров придумала такую систему, когда можно иметь некую библиотеку и из кинотеатра транслировать контент домой на экран и наоборот. Но, конечно, дистрибьюторы категорически сопротивляются, потому что дистрибьютор, и это общемировая практика, показатель успешности картины – это его прокат в кинотеатре. А потом, выход из дома сегодня – это для нас подарок, действительно. И кинотеатр – это один из таких доступных, в общем-то, способов выйти с семьей, пообщаться с друзьями. И так далее, и так далее, для посещения не только кинотеатра. В кинотеатрах организовывают детские комнаты, кинобиблиотеки. В некоторых, например, есть в кинотеатрах примеры продажи книг, особенно по которым были какие-то экранизации. Это отличная, блестящая идея, когда ты молодое поколение втягиваешь. Есть Wi-Fi, есть удобная зона для кофе. Можно прочесть книгу, посмотреть кино. Это потрясающая синергия. Скажите, Катя, вы согласны с тем тезисом, что рынок, в свое время, Россия страдала, как говорил Ленин, не от отсутствия рынка, а от недостатка его развития. То есть согласны с тем тезисом, что все-таки рынок нисколько, не мешает и не помогает. Это совершенно другая вещь, которая должна существовать. Конечно, организм такой. Все воспоминания Чарли Чаплина наполнены разговором о деньгах. Там нет ни слова о том, что он придумал. Но ведь он придумал. И вот он единственный связал высокие слои зрителей, низкие слои. Или Дисней тоже, да, который сделал анимацию блестящую. В то же время она настолько народная во всем мире, она универсальная. А вот скажите, наш фестиваль Вечи, он как вот в этом контексте воспринимается? Помогает или недостаточно помогает? Во-первых, вот я хочу сказать, что когда у фестиваля есть четкая концепция, есть такой флагман в виде Светланы Сергеевны Дружининой, команды города, заинтересованной, да, то сразу образуется очень правильная программная работа. То есть фестиваль исторического кино. Понятно, что Новгород Великий – это точка истории. Самое место. Мне кажется, что очень грамотная концепция, она дает возможность для притягивания больших историй, больших, даже, может быть, каких-то новых идей тех молодых кинетографистов, которые приезжают на фестиваль. Я уже не видел вот этот якутский фильм исторический. Это действительно нечто новое. Да, потрясающая картина. Вообще, хочу сказать, я вот сейчас в последнее время, несмотря на то, что занимаюсь таким, ну, вот, там, деньгами, да, рынком, организацией площадки для этого, посвящаю очень много времени региональному кино. Я очень люблю кино Татарстана, Башкирии и, конечно, Саха, конечно, детские сказки потрясающие. А чем там внеские слова? О чем интересен этот фильм? Этот фильм о том, о великом, уже сейчас мы понимаем, о великом якутском муже, который возглавляет одно из сословий, больших, богатых сословий якутской земли. И к нему приходит в голову, в том числе, поскольку у него огромная семья и большое хозяйство, что вот эти войны между усобицей, между различными группами населения, да, между различными кланами, приводит к разрушениям, что нет единства. Эко, эко, оригинальная мысль. Да, да, да. И он просто делает это миссией своей жизни, идет во все племена и предлагает организовать такой всеобщий ИЛ, то есть всеобщее объединенное государство. А это историческая фигура? Да. И утверждается, что да, и это основано на романе. Ну, в общем, государство многие мечты. И что из этого вышло? И он основывает и становится властителем этого государства. Его в этом и обвиняли, кстати, его соседи. Они говорили, что ты хочешь подмять под себя нас, и ты хочешь просто стать лидером и подавить наши какие-то... Это очевидно. Да. Но он доказывает в два с половиной часа, что не совсем так, что, может быть, он изначально так и думал, может быть, у него были изначально какие-то корыстные цели, но в итоге ему поверили все, потому что они увидели какую-то жертвенность, какую-то мудрость, сдержанность. То есть он по-другому стал относиться к своим детям, которыми он просто разбрасывался, чтобы укреплять, например, как раз свой клан, свою семью. То есть я все-таки в этом увидела вот какой-то такой очень правильный посыл. В том числе он говорил, что им нужно быть едиными для того, чтобы развивать культуру и отбиваться от врагов. Ну, уши-то торчат, уши-то торчат. Просто это сделано очень классно, красиво. То есть вот посмотрела я восьмисерийный Иван Грозный, не весь, конечно, последнюю серию. Мне стало понятно, что ты можешь быть малютой с Куратовым и ножиком туда и сюда, главное, в конце. Скажи, для чего ты это делал и прими участие. Обоснуй. Да, обоснуй. Салон «Фокстротмебель». Теперь в ТЦ «Русский дом». Мы стали ближе. Площадь больше. Ассортимент шире. Ждем вас в салоне «Фокстрот». Торговый центр «Русский дом». Санкт-Петербургская 39А. Въезд в правую арку по светофору. Только для пайщиков-пенсионеров выгода по сбережениям 12,5% годовых. В ПК «Звезда» удобно, выгодно, застраховано. 637-650, 637-650. Магазин «Домстрой» предлагает широкий ассортимент ванн, сантехники, душевых кабин, мебель для ванной комнаты. Большой выбор отделочных материалов, лакокрасочных покрытий, электроинструментов и многое-многое другое. У нас есть все, что вам нужно. Ждем вас. Доцевитесь. Магазин «Домстрой». Папа! Пора делать оливье! Папа может! Время делать оливье. Папа может! Третье, седьмое декабря. Великий Новгород. Четырнадцатый Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Игровое, документальное и короткометражное кино. Специальные программы в мультимедийном центре «Россия» и на других площадках города. При поддержке Министерства культуры России и правительства Новгородской области все мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и при полном обеспечении актуальных санитарных норм. «Двенадцать плюс». Афиши мероприятий на сайте notcanovgorod.ru Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети «Аптек Апрель» – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Фестиваль, вот как бы вечер, исторический, вы считаете, он нужен? Да. И он продвинет, опять же, отечественное кино по светлой дороге. Сколько примеров, когда молодое поколение от изображения идет к книгам? Это очень важно. Все-таки… В телевизионную эпоху так же было, посмотрели телесериалы, книжки. Да, конечно. Скажите, вы занимаетесь детским кино. Да. В предварительной беседе вы сказали хобби, но я думаю, что вы уже профессионально и так далее, и так далее. Вот сейчас существует детское кино? Да, безусловно. Я вот примеров сейчас лихорадочно вспомнить не могу. Вы имеете в виду российский рынок? Да. Да. Ну, вот недавно совсем потрясающая, опять же, региональная башкирская картина «Отряд Таганок» по мотивам произведений Мустая Каримова вышла в прокат. И я помогаю, потому что в России картина уже нашла свои фестивали, естественно, и своего зрителя. Это что, Тимура и его команда? Да, да, да. На новый лад. А я помогаю этой картине где-то прозвучать на международных рынках. И вот мы сделали европейскую премьеру в Германии, недавно, буквально вот три дня, картина в Корее, в Чанчжоу, простите, в Китае, в Чанчжоу получила главный приз за лучший детский фильм. То есть моя миссия, она российское кино, детское особенно, все-таки внедрять в контекст Европы и других стран. Потому что, скажем, в той же Европе сильнейшая индустрия производства детского кино. Ну, экранизация сказок, проблемное кино о различных проблемах, самоопределение, ну, то, что модно сейчас. Наркомания, футбольные хулиганы, все что угодно. Абсолютно верно. А у нас? У нас разве мало у молодежи проблем? Те же самые проблемы. Те же самые проблемы, но продюсеры сегодня, кстати, вот если говорить о проблемном кино, да, оно тоже появляется. Например, да, два года назад одна молодая продюсер, Катерина Михайлова, собрала в ГИКовских дебютантов и сделала такой замечательный альманах. Это не навсегда. Она работала в детских домах. Как называется? Да, это не навсегда. О разной судьбе детей, которые нашли свои родители. Но это документальная вещь, да? Нет, игровая. Игровая, то есть она, они вместе с двумя дебютантками сделали такую концепцию, что это настоящая игровая картина, созданная из нескольких альманахов, и ее, кстати, очень хорошо приняли. И в России она выходила в прокат, и за рубежом. Вот где за рубежом? Потому что в Китае получить премию не трудно. Понятно. Значит, страны Балтии, как ни странно, хотя у нас очень сложные сегодня такие, да, контекстные отношения Польша, Бельгия, Германия, Франция. И, ну, скандинавские страны настолько самодостаточны, что туда предложить российское кино довольно сложно, но мы все равно стараемся. Тем более, ну, угадать же нужно. Помните, доживем до понедельника? Два угадать и угодить. Вот это две проблемы. У нас, кстати, много сейчас версий «Доживем до понедельника» новых, но они такие жесткие, жестокие. Я бы, конечно, не... Но, тот-то фильм абсолютный шедевр. Да. Абсолютный. Да. Хотел спросить уж так на коротке, и, может, вы знаете, Гайя Германика, ведь почему она вот после школы, например, ушла, сейчас какой-то заказной фильм она делает, и как-то, мне кажется, ну, немного истончилась, нет? Когда появляется некая... Это мое мнение, да? Когда появляется некая флер избирательности, вот когда тебе говорят, ты крутая, ты вообще просто... Медные трубы это называется. Да, медные трубы. Человек немножечко хочет... Ну, то есть, его амбиции претерпевают какие-то изменения. Мы вот сейчас видим не только Гайя Германика, сейчас очень многие... Не проходят. Да, не проходят. И идут в коммерческое кино, чтобы зарабатывать деньги, например. Трудно обвинять людей? Нет, конечно. Это же тоже путь развития. Это же попытка создать какое-то универсальное кино. Ведь я думаю, что каждый второй говорил ей, что мы твое кино не понимаем точно так же, как и хвалил. И сейчас, может быть, это такая попытка, как у Ани Великян, она к ней идет всю свою жизнь, чтобы снять такое вот универсальное, понятное кино. Ну, как она идет, но тем не менее, да? Это так, как пример. Но я думаю, что это тоже движение, конечно, это тоже... Потом, конечно, извините, пожалуйста, потом сегодня же режиссер, он очень зависит от продюсера. И вот кто твоя опора, кто тебе говорит, что этот рубль обязательно появится для реализации твоих идей, тот, собственно, и тоже, как вы говорите, заказывает музыку. К великому сожалению, время наше истекло. Говорить бы и говорить. Интересная тема. Спасибо вам большое. Спасибо. Вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Напомню, что в гостях у нас была директор международного форума российский кинобизнес Екатерина Бордачева. Призываю вас посетить, разумеется, кинофестиваль вечером, пройдется до воскресенья. Ну, а с вами Бог даст, увидимся еще. С удовольствием. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok